Беды 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 Но знаете, что я увидел неизменно? Бог всегда в своей церкви. Бог всегда посреди людей, которые собираются Его славить, потому что Он верный Бог. Он не отворачивается от своего слова. Он сказал, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди них. Повернись соседу и скажи, Бог посреди нас. Халилюя! 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 И знаете, некоторые критикуют протестантские церкви, особенно мне всегда как бы немножко огорчают братья или сестры, которые раньше были в протестантской церкви, занимали какие-то позиции, потом вдруг они обиделись или может быть откровение у них какое-то особенное появилось. Они перешли в другую деноминацию и вот начинают полоскать церковь изнутри. Знают же все, все устройство и начинают, да это не церковь, да это там какое-то сообщество ищущих Бога и все такое. И ты думаешь, как им ответить? Ну лучше не отвечать, это сто процентов. И знаешь, я не знаю, они начинают приводить теологические выкладки, что церковь, она соборная, кефальная, что она единая и все такое. Это определение церкви, есть отцов церкви. И они начинают этими понятиями апеллировать, подводить тебя к тому, что ты не в церкви. Ну знаете, я не знаю, что говорили отцы и какая теория. Я знаю, если мы собрались во имя Господа, мы церковь. Мы церковь, потому что мы собрались во имя Его. И Он посреди нас. Даже если ты не ощущаешь этого, даже если у тебя сегодня нет больших мурашек на спине, Бог посреди нас. И знаешь, что Он действует? Он действует, Он не прекратил действовать по отношению к своему народу. Потому что Он живой Бог, и мы верим в живого Бога. Воздаем ему хвалу. Аллилуйя! Слава Господу! Слава Богу! Что наш Бог живой! Наш Бог живой! Наш Бог живой! Аллилуйя! Иногда мы не очень живы, но Бог живой. Слава Господу! Помогайте мне, церковь Ковчег. Буду проповедовать сегодня вам на тему разговор с женщинами. Знаете, этот месяц он выдался таким богатым на гостей. Много было гостей. Были разнообразные проповеди о семье. И были о вере проповеди. И то, что наши лучшие друзья, это не бриллианты. Оказалось, некоторые думали, когда пастор Сергей будет говорить о лучших друзьях, это будут бриллианты. Но оказалось, что это трудности. И думаешь, какие же они друзья. Друзья, может быть, это вам там в Дагестане, в Таджикистане, в Кыргызстане и в других странах. Друзья. А у нас здесь друзья бриллианты. Да, и деньги наши друзья. Но оказалось, что друзья наши именно испытания. Замечательно слушать людей, которые грамотные, теологически подкованные. Может быть, кто-то с чем-то не согласен. Но, знаете, выхватив главную суть, были хорошие проповеди. Было хорошее слово. Аминь. Аминь. И давайте поблагодарим наших гостей, которые приезжали. И также давайте поприветствуем наших зрителей, особенно канала Вера24 и всех, кто нас смотрит в соцсетях. Это здорово, когда мы имеем возможность и способность распространять слово Божье. И мы видим, как нас смотрят все больше и больше людей. И я вас попрошу, друзья, не поленитесь. Заходите в соцсети, если вы состоите в каких-то соцсетях. И распространяйте наш контент, распространяйте наши проповеди. Делитесь ими. Пускай люди слушают слово. Пускай люди знают, что есть церковь Ковчег. Я вам скажу без скромной ложности, что у нас неплохая церковь. У нас неплохое служение. Прославление слово и гости. Слава Богу. И ты, может быть, ну вот, у тебя глаз замылился, может быть, и ухо. Ну, рекомендую, съезди куда-нибудь в соседние деревни. Ну, просто съезди, посмотри. Бог нас благословил. Это не значит, что мы такие хорошие. Это значит, что и мы тоже хорошие, не огорчайтесь. Это значит, что Бог простер свою руку к нам. Он благословляет нас. И давайте не будем его огорчать. Давайте, как сегодня сказал Геннадий, не будем пользоваться его любовью, а ответим ему взаимностью. И еще больше будем служить и приносить плод в Царстве Божьем. Слава Богу за то, что у нас такая церковь. Поэтому не стесняйтесь, не смущайтесь. Делитесь нашим собранием, нашим служением. Пусть люди знают об этом. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. И мы сегодня поговорим о женщинах или роль женщины в семье, в обществе, может быть, затронем это. Женщины, пожалуйста, это слово обращено к вам. Не судите меня строго. Я постараюсь быть очень предельно лояльным. Но я знаю, что сегодня мужчины будут записывать больше, чем вы. Я уже смотрю, как они достали гаджеты, достали свои блокноты и будут записывать, чтобы потом говорить, а пастор сказал. И как бы вот вам это, всегда тыкать вам об этом. Слава Богу. Но в прошлый раз мы говорили мужчинам, и им тоже немало досталось. И я хотел сказать женщины, вы послушайте, как трудно быть мужчиной. Но хотел бы, чтобы вы сегодня, мужчины, послушали, насколько труднее быть женщиной. Насколько труднее быть женщиной. Друзья, вот в браке двое являются одним целым. И в то же время... И в любви, друзья, исполняют свои обязанности. И в любви, друзья, исполняют свои обязанности. Но Бог в этом единстве, он назначил каждому исполнять свои обязанности, свои роли. Подобно тому, как бессмысленно говорить, что ценнее для человека, воздух или вода, или что ценнее в человеке, голова или сердце, так бессмысленно говорить, кто ценнее перед Богом, мужчина или женщина. Равно высокая ценность души человека определяется тем, что за каждого, послушайте, за каждого абсолютно умер Спаситель. И мы находим это в Слове Божьем. Например, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих написано, «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Неважно, мужчина ты или женщина. Если ты принял нашего Господа своим Спасителем и веришь в Него, то ты и есть Дитё Божие. Первое наше назначение и призвание – быть Дитём Божьим, быть Ребёнком Божьим. Это ценно, друзья, вот вы ищите иногда своё призвание, назначение. Но первое – будь Дитём Божьим, просто насладись в руках Господа этой любовью, которую Он дарит тебе как отец. Он любит тебя как хороший отец, лучший отец во Вселенной. Он тебя постоянно нянчит в своих руках, даже тогда, когда ты уже повзрослел. Он любит баловать своих детей, он любит радовать своих детей, он любит дарить своим детям подарки. Вот так живи, ожидая от своего отца подарки. И он будет это делать, неважно, как говорят твои лидеры и твой пастор. Аллилуйя. Бог – добрый Бог, благой Бог. Об этом мы видим в Писании. Также равная ценность мужа и жены перед Богом отражается в Священном Писании. И мы находим этому подтверждение послание Галатам в 3 главе, в 26 и 28 стих. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет ни мужеского пола, ни женского, ибо все одно во Христе Иисусе». Так говорит Слово Божие. И мы видим, что здесь Господь отрицает все этнические, социальные и в том числе половые разделения в связи с духовным отношением с Иисусом Христом. «Все во Христе, как говорит Слово Божие, равны, равны наследники вечной жизни». Мы все перед Богом равны, когда принимаем Его в приобретении вечной жизни. И мы видим, что Господь Иисус Христос, Он высоко ценит женщину, высоко ценит женщину. И именно Он, придя на землю, восстанавливает ее первоначальную ценность, которая была определена ей при сотворении. Он отвергает все человеческие предрассудки, которые возникли на тот момент, когда Иисус пришел на землю. Мы видим, Он беседует с самарянкой, которая сидела в Самарии около колодца. Это самарянка уже по отношению к самарийцам, было отношение предвзятое у иудеев. Они уже обходили эту страну страной и не общались с ними. Тем более к женщинам. Мужчина не мог разговаривать с женщиной. Это было ему запрещено статусом, положением. Он как бы унижался, когда сам первый заговаривал с женщиной. Но Иисус пренебрег этим, и Он говорил с самарянкой. Он позволил женщине выразить любовь через возлияние мира. Помните, когда все ученики, все, кто был с Ним, возмущались, а женщина оттирала его волосами своими и возлила мира. И когда одна оттирала волосами, некоторые говорили, знал бы он, кто она такая. Но ему было все равно. Он восстановил ее статус. Он является по своему воскресению Марией, прежде чем всем остальным ученикам. Мария даже не входила в число тех 12 апостолов. Но почему-то Иисус решил сделать так, что в первую очередь Он явился Марией. И да, друзья, это истина, что через женщину пришел грех в этот мир. Но также истина, что через нее Бог подарил этому миру Спасителя. Халлилуйя! Халлилуйя! Вас дайте хвалу Богу! Друзья, но несмотря на то, что и муж, или и мужчина, и женщина в глазах Божьих имеют одинаковую ценность и положение по отношению к Богу и общению с Ним, и приобретению духовных даров, и всяческого рода благословения, и даров Святого Духа, все же Бог предусмотрел для нас разное предназначение в браке в первую очередь. Вот у нас разное предназначение, потому что Бог так определил, что мужчина является в браке главой у семьи. Женщина является помощницей. И вот роль женщины мы как раз и находим, когда Бог создает ее. Давайте обратимся к Священному Писанию, ибо к самому началу создания женщины. Когда мы видим в Бытие во 2 главе, в 18 стихе, Бог создает женщину, или намеревается создать женщину, и Он говорит такие слова. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Помощник. Вот какую роль отводит Бог женщине. помощник. Вот эта роль, друзья. Эта роль жены подразумевает лидерство мужа. Его потребность в жене. Ее положение правой руки, сработницы в их совместном труде, как и в физическом, так и в духовном. Друзья, дьявол работает над тем, чтобы посеять женщине мысль о том, что она равная в своем положении, именно в своих назначениях вместе с мужчиной. Он пытается это сделать, и женщина пытается соревноваться или востребовать свои права. Но ценность женщины одинаковая с мужчиной, равная с мужчиной. Но назначения женщины разные, друзья. И мы видим, как сегодня под воздействием этой мысли женщины стремятся заевать первенство. Я хочу вам привести цитату из одного учебника 1950 года, который учит девочек в школе, как быть хорошими хозяйками, как быть хорошими женами. Мы эту цитату приводим на семейных курсах. Хочу прочитать вас, вам и показать, что времена изменились. Изменились времена. Посмотрите, здесь сказано первое, как надо девушке или жене встречать своего мужа. Учат в школе так. Написано, ужин должен быть готов. Планируйте заранее, даже с вечера, чтобы вкусная еда была готова вовремя. Большинство мужчин бывают голодны, когда возвращаются домой. В предвкушении вкусного ужина, необходимого для теплого приема. Второе, что говорит этот учебник, приготовьтесь сами, отдохните в течение 15 минут перед его приходом, слегка обновите макияж и старайтесь хорошо выглядеть. Он только что был в среде большего числа усталых коллег по работе. Будьте немного кокетливы. Возможно, после скучного дня ему нужен душевный подъем. Третье, удалите всякие следы беспорядка. Пройдитесь напоследок по дому прямо перед приходом мужа. Разложите по местам школьные учебники, игрушки, бумаги и так далее. Потом пройдитесь по столам тряпкой для пыли. Ваш муж почувствует, что он попал в рай покоя и порядка. Четвертое, подготовьте детей. Что-то мужчины как-то больше оживленно радостные в этом. Да, говорят, вот оно. Пастор, пастор, 10 баллов. Потом каждый будет в ватсапе, скиньте, пожалуйста, мне именно это место из проповеди, будут писать мужчины. Пятое, сведите шум к минимуму. Ко времени прихода мужа, женщины, устраните все шумы от стиральной машины и пылесоса. Постарайтесь убедить детей не шуметь, когда пришел муж. Шестое, это больше всего мне нравится. Создайте ему уютную обстановку. Мужчины, мужчины, не, не, подожди, ты еще не послушал. Мужчины, наслаждайтесь сейчас. Просто давайте посмакуем, мужчины. Я буду читать, а вы смакуйте. Предложите ему сесть на удобный стул. Хорошо, вот начало хорошее, да? Не, не, подождите, это еще, это только начало. Откинувшись на спинку или отдохнуть в спальне. Имейте на готове прохладительный и горячий напиток. Вау, да? Теперь, теперь, послушайте. Принесите ему подушку и предложите свою помощь, чтобы снять с него обувь. Друзья, друзья, послушайте, 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 как этот мужчина в обуви до спальни дошел. Как он оказался в спальне в своей обуви, я не представляю. Это перебор. Дальше. Говорите тихим, мягким и успокаивающим голосом. Аллилуйя. Да вернутся 50-е годы прошлого века, сказали мужчины. И женщины ответили, да не будет этого никогда. Аллилуйя. Вот так, друзья, учили женщину быть правильной женой всего лишь каких-то 70 лет назад, без малого. 70 лет назад женщин учили быть вот такими женами. Согласитесь со мной, что времена изменились. И очень сильно изменились. Если вы хотите быть хорошей женой, дорогие женщины, я хочу, чтобы вы восполнили как минимум 7 великих потребностей вашего мужа. Господь, я молюсь о том, чтобы ты удалил от нас невежество, незнание, от которого гибнет твой народ. Сегодня многие придумают себе то, что им нравится, то, что они хотят видеть, то, что они услышали и сказали, вот это мне понравилось, но не всегда это является истиной. Если это тебе понравилось, оно должно тебя как-то созидать, оно должно приносить в твоей жизни плод. Но когда ты постоянно выполняешь то, что тебе понравилось, а это разрушает и твои отношения, и тебя самого, пора бы задуматься. Что может быть, те знания, которые я сегодня имею в своем сердце, они не истинны. Но мы всегда сваливаем результат на тех, кто окружает нас. Сейчас муж, когда неправильно любит свою жену и неправильно поступает в отношении к ней, он всегда находит причину в том, что она неблагодарная, и она неправильно все воспринимает. Он-то старается. И то же самое наоборот, когда жена уже третий раз мужу сварила завтрак за 8 лет, и она говорит, неблагодарный, неблагодарный. И первое, что жена должна восполнить в отношении мужа, дорогие женщины, это уважение. Я бы особенно хотел отметить это. Это уважение нравится вам, это не нравится, но мы, мужчины, именно через уважение принимаем любовь к нам. Вот если для женщины самое важное это любовь, то для мужчины самое важное это уважение. Слово Ефесянам 5.33 говорит так. Тем не менее, каждый из вас также должен любить свою жену, как он любит себя, а жена должна бояться, другими словами, это слово расшифровывается как уважать своего мужа. Уважать жена должна своего мужа. Бог знал, о чем он говорил. Мужчины хотят быть уверены, что они уважаемы своими женами в своих домах, что они уважаемы, чем другие люди. Каждый мужчина имеет внутри себя, друзья, превосходство. Нам нужно быть успешными. Мы хотим, как мужчины, быть успешными. И мы будем искать уважение. И если мы его не найдем в своем доме, мы его будем искать в других местах. Мы все равно будем искать тех, кто уважает нас. Я когда жил без Христа, я не мог никак понять, почему так. На работе я уважаем, среди друзей я уважаем, а домой приходил, и мне казалось, меня не уважали. Я понимал, а потом я понял, что я себя вел недостойно. В первую очередь во мне была причина. Но моя жена тоже не могла меня уважать без всякого условия. Знаете, нам легко уважать, когда муж соответствует Слову Божьему. И женщина ставит себе в оправдание. Я бы уважала своего мужа, если бы он соответствовал Слову Божьему. Тогда бы мне было легко уважать его. Но Бог тебе не говорит здесь. Если он будет соответствовать, тогда ты уважай. Он говорит, чтобы ты, безусловно, его уважала. Хочешь, чтобы твой муж любил тебя? Безусловно, начни уважать его. Пусть твой муж будет в зоне твоего уважения. Это самое важное для мужчины. Уважение женщины к мужчине, прежде всего, друзья, проявляется не из слов, которые она говорит. Я тебя уважаю, что тебе еще нужно. Как мужчина понимает, что женщины его уважают? Потому что многие из нас могут себя убедить в том, что мы поступаем или хотя бы, по крайней мере, думаем правильно. Нам кажется, что мы правильно всегда поступаем. Я думаю, что первая из причин, почему Бог... Ну, не первая из причин, а одна из важных, скажу, причин, почему Бог создал общность людей и назвав ее церковь. Для того, чтобы мы здесь видели себя в отражении через Слово Божье. Потому что мы гораздо оправдывать себя. Как я всегда говорю, мы самые лучшие себе адвокаты. Ну, плохие прокуроры. Мы всегда себя оправдываем. И когда мы в общности людей находимся в церкви, мы можем увидеть отношение к нам других людей. Мы можем увидеть свою позицию, и она не обманет тебя. Если от тебя все шарахаются, ну, значит, с тобой что-то не то. Не надо говорить, что вся церковь плохая. Посмотри на себя. То же самое в отношениях мужа и жены. Если ты видишь, что твой муж говорит тебе, что ты не уважаешь его, а у тебя внутри, я его уважаю. Я больше всех его уважаю. Знаешь, как мужчина воспринимает, когда женщина его уважает, когда он видит, что она свое мнение может подчинить его мнению. Нет другого. Нет другого. Когда ты готовишь ему хорошо, когда ты обстирываешь его хорошо. Да, это здорово, это классно, и мужчине это нравится. Но когда ты постоянно противоречишь ему, он не чувствует твоего уважения вообще ни на грамм. Я заметил, когда в компании сидишь, и женщина постоянно перебивает своего мужчину. Я сразу делаю вывод. Эта женщина не уважает своего мужчину. Тем более при людях. Приди домой, скажи ему, зачем публично унижаешь мужчину. Это самое больное, что может перетерпеть мужчина. Это самое важное, что его отвращает от тебя. Никогда, никогда не позволяй себе на людях перебивать или унижать тем более своего мужчину. Интересно, мы проводим, уже несколько раз проводили семейные курсы. И знаете, у меня есть такая фишка моя, когда в конце каждого курса мы проводим обратную связь. Кто ходит на лидерские, я тоже всегда провожу эту обратную связь. Потому что мне понятно, что люди вынесли из этого семинара. И интересное наблюдение. Когда ты даешь право столику говорить, можно четко определить, кто в доме лидер. Сразу. Знаете, за некоторыми столиками женщина постоянно начинает говорить первым. И, конечно, она уважает. Но вот эта непринужденная ситуация, она вскрывает. Когда ты механически делаешь то, к чему ты привык. Это больше всего показывает. Знаете, я когда проповедую, говорю какие-то вещи неправильные, неправильные слова с неправильными окончаниями. И мне, моя супруга, слава Богу, за нее всегда делает замечания. Меня это раздражает, честное слово. Но слава Богу, что она не публично делает это замечание, научена. И я понял. Однажды она мне сказала такую вещь, и я принял. Почему это происходит? Потому что в повседневной жизни я говорю неправильно. Я не слежу за своей речью, когда общаюсь с другими людьми. И когда дома общаюсь, я позволяю себе разного рода словечки, коверканье, всякое слов. Говорить на диалекте той местности, откуда я родом. Ну, знаете, такие шутки вроде бы какие-то, безобидные. А в итоге, когда ты начинаешь проповедовать, ты не можешь перестроиться. И я принял решение. Говорить правильно везде. Стараться для того, чтобы правильно говорить со сцены. Невозможно вот так вот перестроиться. Поэтому, жены, уважайте. Может быть, я много посвятил этому моменту, но это самое важное. Единственное, если вы исполните из всего, что я сказал сегодня. Будете уважать своих мужей, они будут вас носить на руках. Халилюя. Давайте воздадим Богу хвалу. Друзья, второе – это восхищение. Мужчины хотят быть желанными для своих жен. Как в физическом отношении, так и в других вещах. Если женщина постоянно комментирует превосходство какого-то другого мужчины в своей семье, все, для нас это смерти подобно. Особенно, например, тогда, когда, допустим, в семье происходят финансовые проблемы. Недостаточно денег в семье. И вот эта женщина решила мужчину ободрить такими словами. А вот Иванов или там Петров, он всегда в своей жене. Посмотри на нашего соседа. Посмотри, жена, как ходит в шубах, в соболях. А ты – все. Знаете, что слышат мужчины в этот момент? Ты лузер. Да, они так и слышат. Ты – лузер. Уверенность в том, что мы на что-то способны исходит от нашей женщины. Если даже мы недостойны, а вы будете нас вдохновлять, Бог так нас устроил, что мы будем стремиться к лучшему. Когда женщина хвалит своего мужчину, ободривает своего мужчину, тогда он хочет авансом сделать что-то. Да, он понимает внутри, что он недостоин. Но когда ты ему говоришь авансом, когда моя жена мне говорит авансом, я внутри четко понимаю, я не дотягиваю до этого. Ну, коль ты сказала, что я достану звезду с неба, ну что, где лестница? Где лестница? Я буду соответствовать этому. Поэтому всегда восхищайтесь своими мужчинами. Не критикуйте их таким образом, сравнивая с другими. Это не поможет. Третье, что вы должны восполнить – это мир и покой. Любой мужчина желает, чтобы его дом, его семья была местом, где бы он мог находить мир и покой. Дорогие женщины, как только мужчина выходит за порог своего дома, он сразу начинает воевать. Он вступает в военные действия с этим миром, с самим собой, с обстоятельствами, которые сталкиваются на его пути. Он воюет, он постоянно внутри, его идет эта война, постоянная война. Он что-то добивается, что-то отвоевывает, проигрывает, расстраивается, наоборот завоевывает и радуется. И домой, когда он приходит, он приходит как будто на базу. Да! Он вот пришел с этой войны, ему надо расчехлиться, снять с себя все доспехи, вылезти из панциря, перестать быть этим героем и расслабиться. А тут вторая война, которая бывает попуще, чем в мире. Женщины никогда, послушайте меня, никогда нытьем вы не добьетесь ничего от мужчин. Выключите свои духовные дрели, свои духовные болгарки, свои пилы с мелкой резьбой, с крупным зубцом, вернее, с мелким зубцом, с крупным зубцом. Не делайте этого. Создайте ему мир и покой. Создайте ему рай. Тогда вас мужчина будет всегда бежать домой. Потому что он знает, там место его отдыха. Знаете, я наслаждаюсь домом. Спасибо за это моей супруге. Помню, как однажды, когда я только стал пастором, я вдруг подумал, что она как бросится мне помогать в пасторском служении. Все возьмет на себя в церкви. И детское служение, и лидерские будет проводить с женщинами, и домашнюю группу будет вести. Она не бросилась. Она как работала заместителем начальника уголовной исполнительной инспекции в чине подполковника, так и работала. И не собиралась мне помогать. И я помню, как меня это расстраивало. А еще лидеры мои, они так немножко огня подливали. Пастор, а не будет ваша супруга проводить женские встречи? Нет, не будет. А она что, не будет и домашку вести? Нет, не будет. И на домашку не будет ходить? Помню, как одна в церкви прицепилась ко мне, чтобы ходила она на домашку, и все. Я говорю, не будет ей ходить? У нее пастор домашку проводит. Понимаешь? Пастор. А я-то так отбивался, а внутри у самого дискомфорт. Смотрю на свою жену и думаю, вообще не соответствует никаким стандартам. У других жены, как жены. Все служения ведут в церквях. Микрофон вырывают из рук у пастора. Так проповедуют. Заглядишься, Библию наизусть знают. Словами из Библии говорят, целыми главами разговаривают с тобой. Ни одного нормального слова не услышишь. Служат и служат день и ночь. А моя какая-то неправильная, высшее образование, заместитель начальника, подполковник, с людьми общается в городе со странными, с разными судьями, адвокатами, прокурорами. Что-то с ней не то. И давай я молиться в тайной комнате, чтобы Бог мою жену сделал правильной, соответствующей. Помню, как я в таком состоянии приехал на конференцию, где Ульф Экман проповедовал. И он проповедует, и вот так, про духа святого. И вдруг останавливается и говорит, в зал там 2000 человек. Жену духовную хочешь? И я говорю, да, хочу. Но он не в меня тыкал пальцем. А я тогда слышал, что вот так вот, прям проповедники иногда подходят к людям и что-то говорят в их жизни. И я думал, вот, раньше слышал, а теперь случилось, мне говорит человек. И я говорю внутри себя, Бог, говори, я готов. и он продолжает, хочешь, чтоб она духовная была? Я говорю, да, послушай меня, послушай меня, ведьму в дом получишь. Знаешь, сколько жен супердуховных разрушили служение своих мужей? посмотри, что она делает в доме твоем. И дальше про Духа Святого. И у меня картинка моет, стирает. Рай создала внутри дома. Рай, куда я прихожу после этих битв? А там рай. И мне не надо там ходить в доспехах. И мне не надо там ходить с пулеметом, отбиваясь от нее. И я расслабляюсь в этом раю. Я тогда покаялся перед Богом и переехал, покаялся перед ней. С тех пор мне вот этого рая, дорогие женщины, достаточно. Смотрю сегодня на некоторых жен, служат во всех служениях, а мужья ими недовольны. Хотят пастора прийти пришибить. Думают, что пастор заставил их из церкви не выходить. Он говорит, я есть хочу. А она ему в ответ, не хлебом единым жив человек. Он говорит, послушай, у меня уже брюки колом стоят. Одежду не могу чистую найти. Она ему говорит, тебе одежды праведности нужны. Не о том думаешь. О горнем помышляй. А он помышляет, как бы взять автомат, пистолет и пойти в ту церковь и разобраться с тем пастором, который так его жену научил. Я так не учил. Я так не учил. Ваше служение в доме, дорогие женщины. И только тогда, когда вы справляетесь там, тогда служите в других местах. Ну, не так, чтобы служа в других местах, бросить в запустение свой дом и потом оправдываться перед Богом и перед мужем. Эх, ты неразумный человек. Не видишь, что я Богу служу. Ты не Богу служишь, ты себе служишь. Себе служишь, реализовывая себя. Поэтому, дорогие, создайте дома рай для ваших мужчин, чтобы они могли возвращаться в этот рай. Давайте мы попрощаемся с нашими гостями и скажем, смотрите полную проповедь на наших в наших соцсетях и на наших каналах. Четвертое, друзья, это обязательство. Мужчина так же, как и женщина, хочет знать, что он единственный для вас. Он и больше никто. Вы знаете, мужчина намного болезненнее реагирует на измену. Намного. Потому что он собственник. Если женщина, вот бывает, когда в браке изменяет мужчину.